Олег, ну и последний вопрос. Куда бы вы хотели, чтобы долетела, я теперь уже не знаю, американская или русская чайка? Ну я думаю, что мне бы хотелось, чтобы посмотрели, во-первых, американские зрители, а потом и советские, русские зрители. Почему? Потому что это интересно, как американцы видят Чехова, то есть как вот американский режиссер, как актеры, как они взаимодействуют с миром Чехова. Я думаю, что это очень интересный момент, и он показал бы тоже нашему зрителю, знакомому с Чеховым, какую-то другую сторону американских актеров, режиссера, вообще съемочной группы. То есть как этот фильм сделан, было бы очень интересно нашим посмотреть, потому что там не стреляют, ребята, там не стреляют, там стреляют только, ну два раза там в один, в чайку, в другой. Вот, но там не убивают просто 10 человек или 20 в один раз, это никогда не бывает, ну, практически, если только расстреливают какой-то человек. Вот, и это не формула фильм, но это добрый фильм, который, я думаю, надо все-таки посмотреть людям, которые вот хорошо знают Чехова, или почитать Чехову, и посмотреть, как же это вот они сделали, американцы, вот нашу эту тему. Олег, вот берег Атлантики, настоящие чайки, и даже пеликаны здесь летают. А вот представить, что сейчас во двор, сюда, неважно, совсем рядом садится гигантская чайка, которая, я не знаю, на английском, на русском, говорит, мистер Увидов. Полетели. Полетели. Куда? Куда Олег Альдов полетел? Ну, я, во-первых, ну, я, наверное, полетел бы куда, ну, слетал бы я, наверное, туда, где жил, там, по своим местам, раз уж чайка летает, и в Томилино, там, и в Котельники, и в Казахстан, и в Монголию, где я вырастал, и в Германию, где я вырастал, в Казахстане я вырастал, в Алмате. То есть, вот по своим местам, где я вырастал, а потом бы я полетел на места съемок, где я снимался, будучи советским человеком, и мне всегда дышал, так сказать, товарищ оттуда. Вот, это Исландия, Дания, Швеция, это Красная Мантия, которая иногда встречается, как сага о викинге. Вот, Югославия, где я снимался в битве на Неретве, это Венгрия, фильм, где я играл советского офицера, спасавшего венгерских офицеров во время Второй мировой войны, это, кажется, 7 дней. Вот, то есть, это вот те, и в Австралию слетал, где я был на советской неделе, и в Новую Зеландию. Это вот странно, куда бы я хотел попасть, и места, где бы я был, и вообще всех своих друзей на эту огромную чайку я пригласил, и мы бы летали, и летали, и летали, и летали. Я думаю, никогда бы нам не надоело. Олег, спасибо большое вам за это интервью, и всяческих удач вам здесь. Спасибо, и вам спасибо. Очень приятно было говорить, вы человек точно, и спрашивали очень точно. Продолжение следует...